В Белгородистровском районе на почве ревности произошло убийство. Как найти общий язык с соседом? Профилактика гриппа. Какие методы борьбы с вирусом знают о керманце? Об этом и других событиях смотрите в выпуске. В эфире Бессарабия ТВ новости в студии Николай Юшкевич. Здравствуйте. Ревнивому убийце грозит длительное тюремное заключение. В Белгородистровский городел милиции поступил телефонный звонок ОЧП в селе Долиновка. Там на почве ревности между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них взялся за нож. 38-летний мужчина нанес 42-летнему односельчанину несколько ударов. Для его конкурента рана в область груди стала фатальной. В карете скорой помощи от полученных ножевых ранений он умер. Подозреваемый уже признался в содеянном. С места событий изъяли вещи, в которых он совершил преступление и орудие убийства. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Молодежь выбирает будущее. Под таким названием в Измаильском государственном гуманитарном университете накануне выборов прошел тренинг «Избирательный процесс. Его структура». Мероприятие организовали специально для студентов и активной молодежи города. А вот с какой целью, расскажет Марина Талько. Далее в сюжете. Конференц-зал Измаильского гуманитарного университета заполнен студентами старших курсов. Сегодня общественный деятель, основатель движения «Генеральный протест» Сергей Дибров проводит с молодежью тренинг по избирательному процессу. Я не приехал читать лекцию, я не лектор. Но мне просто интересно, что происходит в Измаиле, и это лучшее место для того, чтобы это узнать. Я хочу поделиться своими мыслями и своими взглядами на то, как у нас меняется общество. Оно меняется. Последние лет 15 я отслеживаю эти изменения. Они медленные, но они правильные и позитивные. Я хочу показать молодым людям, многие из которых в это не верят, что это на самом деле происходит, и послушать их точку зрения на то, как их глазами эти все процессы идут. Во время встречи участники тренинга сразу же очертили круг самых важных вопросов. В частности, может ли достойный человек, будь то врач или преподаватель, стать депутатом городского совета? Как удержаться от соблазна не использовать ресурс на собственное обогащение? И как может голос каждого молодого человека повлиять на ход событий в городе, поселке, селе? Конечно, тут есть два варианта. Либо игнорировать процессы выбора, поплыть по течению, либо участвовать в них лично и пытаться грести, и русло это направлять туда, куда человек считает нужным. Я считаю, что образованные молодые люди с гуманитарным образованием – это те люди, которые должны направлять русло нашего движения. Сергей Дибров отметил, что во всем мире все люди одинаковые, и только 1% активного населения способны устанавливать правила, которым подчиняются другие. Эта небольшая группа организованных людей принимает решения за остальные 99%. Дело в том, что большинство населения Украины, как показывает статистика, готовы продавать свой голос за гречку или за асфальт. Депутатский мандат превратился в инвестицию, которая имеет свой срок и конкретный ожидаемый результат. Активные представители студенчества Измаильского государственного гуманитарного университета поделились своим мнением, насколько такие встречи полезны и как они влияют на активность молодежи в избирательном процессе. Каждый гражданин нашей страны должен нести свой вклад в решение. Естественно, узнал даже много нового, узнал много полезного. И в конце концов я поставил жирную точку на то, что мое мнение – это важно. Видны изменения, которые происходят в нашем городе, то есть то, что город развивается, и пусть что-то мне говорят, то есть что-то делается. И я думаю, что это будет продолжаться дальше, то есть все будет хорошо. Мне кажется, что студенты в основном боялись задавать вопросы при всех, потому что темы немножко сепетильные, там политика, то есть даже во время того, как ты задаешь вопрос, могут понять твою точку зрения, и не все всегда хотят вступать в какие-то полемики, в какие-то споры. И на самом деле я даже знаю нескольких человек, которые потом напишут, Сергею Николаевичу, напишут ему, вот, и уже в личном каком-то формате будут с ним общаться дальше. Может быть, даже перед такими встречами было бы удобнее, допустим, чтобы нам давали имейл оратора до того, мы бы писали ему свои вопросы, и он бы потом уже отвечал на них, как бы, то есть в анонимном порядке. Ну, мы бы сидели в зале и слушали ответы на свои же вопросы, вот, но не озвучивали бы. В заключении встречи участники озвучили тезисы, которые они назвали девизом этого тренинга. «Народ – это я, и мои цели должны быть достигнуты здесь и сегодня, а развивать надо одну из важных способностей человека – способность к согласованным и осознанным действиям». «Я считаю, что, ну, даже если есть сомнения, действительно, они у всех есть, а повлияет ли мой голос на что-то, все равно нужно идти и голосовать. Мы не можем знать точно, повлияет или нет, мы можем только догадываться, но сделать что-то мы должны». Уже совсем скоро участники тренинга планируют провести итоговую пресс-конференцию, на которой проанализируют, насколько такие встречи помогают сдвинуть инертную молодежь с места. В связи с этим в день выборов студенты провели акцию «Селфи» на избирательном участке. Разместив свое фото в социальных сетях, у ребят есть шанс набрать больше лайков и стать победителем акции. Марина Талько, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ В столице Придунавия подростки избили сверстника. Как рассказали в пресс-службе МВД, о случившемся сообщил отец парня, когда обратился за помощью к правоохранителям. Мужчина рассказал, что его 16-летнего сына побили студента учебного заведения, в котором он учится. В результате инцидента юноши нанесли многочисленные телесные повреждения. Стражи закона установили, что между потерпевшим и тремя подростками были неприязненные отношения. С целью проучить парня, ребята решили его наказать. Позвав его к себе в комнату, двое 16-летних и 18-летний юноша стали наносить ему удары по голове и лицу. Милиционеры расследуют инцидент. Следствие продолжается. Общий двор. Здесь люди вынуждены жить бок о бок годами, поэтому невольно вспоминается народная мудрость. Не дом покупай, а соседа выбирай. Эту пословицу постоянно произносят и жильцы общего двора по улице Комсомольской 8, что в Белгороднестровском. Почему? Смотрите в сюжете Ирины Паил. Я жительница этого двора. Пошли вон отсюда. Как вас зовут? Меня зовут Бутылки. Мы находимся в общем дворе дома по улице Комсомольская 8. Вот в каком состоянии этот двор. Нашу съемочную группу пригласили сюда люди, в конец отчаявшиеся найти правду. На протяжении 15 лет рядом с ними живет соседка, отравляющая их жизнь в прямом и переносном смысле. Бутылки в нашем дворе лет 10 уже. Они ни уголь не привезти до сарая, ни людям чужим зайти сюда, стесняются даже идти, как помойница. Вот. И она собирает бутылки, тысячу бутылок соберет, а 10 бутылок сдаст. И каждый день, как на работу, собирает, собирает, собирает. Три года ЖЭО вывезло нам бутылки, четыре самосвала вывезли бутылки. А как она к этому отне, как она реагировала? Она реагировала так, говорит, что вы забираете бутылки, ну, мы же на мусор их выкидали. Она говорит, что вы сдали эти бутылки, эти бутылки сдали и себе деньги взяли. Мне свадьбу здесь сделали, в этом дворе. А здесь, посмотрите, что делается. И она как появилась, это бесконечно. То она костит, так сказать, то она же говоришь, и она матом посылает. Драться, то в тех кидается. Она нам холеру скоро принесет, а летом вообще здесь небо. Я не знаю, Таня не знаю, как она, вот она уже всю жизнь, сколько они живут, они это, нам воняет. По словам соседей, их жизнь давно уже превратилась в кошмар. Люди неоднократно обращались в милицию, санстанцию, МЧС, госполком, но власть не замечает проблем простых людей. Последнее место, куда вы обращались? Последнее место мы обратились в суд. И суд присудил, значит, чтобы гражданка Лебедева, ну мы выиграли этот иск, и гражданка Лебедева должна убрать этот весь мусор, забавизаты гражданку Лебедева, провести территорию подверья, у належный стан с дотриманием норм пожежной и санитарно-эпидемиологичной безопасности. Ну и далее не складировать мусор, также с нее моральный ущерб. И судебный исполнитель приходит, пытается добиться того, чтобы это решение было выполнено, она его не выполняет, ничего, никого не слушает исполнителям, точно так же она с исполнителем грубо разговаривает, как и со всеми, и с милицией, и со всеми, то есть милицию откровенно просто она тоже посылает, когда они приходят и тоже пытаются что-то сказать. В общем, ни малейшей управы на нее найти вообще невозможно. А психическое состояние этой женщины кто-то... Ну, прислали, да, прислали сюда нам врача с городской больницы, который с ней два слова сказал, наверняка все сразу понял, но не захотел связываться и написал отписку, что все у нее нормально. Вот, он при нас ее, так сказать, обследовал, задал ей несколько вопросов, зачем вы это делаете, все, она его так же послала, как и всех, и он написал отписку, что все нормально. То есть с ней милиция нам напрямую говорит, и все инстанции говорят, мы не хотим с ней связываться. Люди уверены, что если бы здесь жил кто-то из чиновников, то наверняка в этом дворе уже давно бы навели порядок. Всякий из мусора носит эти сумки, в каждой сумке то рыба гнилая, то мясо гнилое, то огурцы кошмар. Тут у нас было крысы, вот такие крысы бегали по двору, и это в миске она утку заводила или курей, вот, поставит им курям кушать, а там не куры, а вот эти крысы. Каждое утро идет за бутылками, уже их некуда ложить, она их ложит, ложит, сто за год сдаст, а пять тысяч нанесет. Жители общего двора как могут пытаются бороться с антисанитарией, которую развела их горе-соседка. Причину своих бед люди видят не столько в ней, сколько в полном равнодушии чиновников различных инстанций. И как дальше жить, они не знают. Как молодая была, она училась хорошо, говорят, и поступила была в институт на иностранный язык, но потом в связи с болезнью там не училась, и год плавала пекарем на судне. Она ездила, говорит, видела все страны, все, а потом вот это заболела, и сдвиг по фазе, и ни с кем не считается, ничего. Вот она самая умная, и самая грамотная, самая красивая. Такие матюки гнет, такое, говорит. Милиция приходила, она с милиционером, с топором, говорит, подпишите акты, написали. Она, давайте подпишу. Взяла эти акты, порвала, порвала, говорит, там милиция такая продажная, там милиция такая, это такой в горосполкоме, такие, всякие, перетакие, никто мне ничего не сделает. На Одессине выявили африканскую чуму свиней. В Савранском районе зафиксировали первый случай заболевания животных. Об этом сообщили в пресс-центре государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Согласно данным Главного управления ветеринарной медицины в Одесской области, 24 октября в двух домохозяйствах села Каменное погибли свиноматки и поросята. Для выяснения обстоятельств на место выехали специалисты группы оперативного реагирования ведомства. Они взяли пробы и направили их на экспертизу в Киев. По результатам исследований установили причину смерти животных – африканская чума свиней. Все профильные службы ведут работу по локализации и ликвидации очага возгорания. Вспышку болезни зафиксировали в хозяйстве, где находилось 4 свиноматки и 30 поросят. Всего в селе Каменное насчитывается 630 голов свиней в возрасте старше двух месяцев. Осень вступила в свои законные права. Именно в этот период наблюдается самый высокий риск заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом говорят даже специалисты. Как уберечь себя от простуды и почему не стоит заниматься самолечением, знает Татьяна Карпенко. Начало этой недели выдалось для меня не очень удачно. Я почувствовала легкое недомогание. Появился насморок, начало болеть горло. И хотя бы как-то облегчить ситуацию, я направилась в аптеку. За средства от насморка я заплатила 85 гривен. Цены, мягко говоря, вызвали у меня шок. Это не говоря о том, что нужно покупать еще дополнительные средства для горла, горячие напитки, а также другие медпрепараты. О том, что медленными, но уверенными шагами приближается грипп, говорит и сам завглаворача Центральной районной больницы Белгороднестровского Алексей Филонов. Осень и зима – основные периоды, когда медики наблюдают высокий рост заболеваний ОРВИ и гриппа. Меняются погодные условия, температура воздуха снижается. По словам специалиста, это и есть самые благоприятные условия для возникновения вспышек, а затем и эпидемии этих заболеваний. На нашей территории преимущественно циркулируют вирусы гриппа А и Б. Это уже сохраняется на протяжении многих десятилетий. Вирус гриппа С циркулирует в меньшей степени. Если же у вас возникли первые признаки гриппа или ОРВИ, врачи рекомендуют сразу обратиться к специалисту. И отмечают, что данные заболевания передаются воздушно-капельным путем. Поэтому самостоятельно ехать в больницу категорически не рекомендуют. Самый лучший способ – вызвать медиков на дом. Больной человек в течение часа, например, или полутора часов из села, например, Николаевка добирается до города Белгород-Днестровска, в районную больницу, грубо говоря. Я понимаю, что там есть амбулатория, но вот ему захотелось в течение часа, поверьте мне, большая часть лиц, которые будут находиться в этом автобусе, получат возможность заразиться этой же инфекцией. То есть это неправильный подход. Алексей Филонов отмечает, что своевременное обращение к врачу поможет вам избежать различных осложнений, которые в некоторых случаях помогут повлечь за собой даже летальный исход. А также специалисты не рекомендуют заниматься самолечением. Опять же-таки противовирусные препараты должны назначаться медицинским работникам, в зависимости от того, какой возбудитель подозревается. Чтобы уберечь себя от болезни в осенне-зимний период, нужно придерживаться определенных правил. Среди них – проветривать помещение, избегать контакта с больными людьми и обрабатывать поверхности антибактериальными средствами. Как говорят специалисты, только не без различия к себе, а в совокупности с их рекомендациями помогут вам сохранить свое здоровье. Правильно одеваться. То есть, чтобы не было перегрева, то есть, чтобы не потел человек, потому что, попадая, раздеваясь, есть шанс простудиться. Недостаточно одеться, соответственно, промерзает человек, тоже может заболеть. Правильно понимаете? Каждые два-три часа мыть руки и лицо. Это тем, кто живет в доме с пациентом. В одной квартире или в доме. Использование одноразовых салфеток, полотенец, при возможности, тогда это уменьшает возможность распространения инфекции. Стражи Кордона спасли в открытом море сорокалетнего рыбака. Около девяти часов вечера пограничники отдела Южный получили сообщение, что в районе села Фонтанка в открытое море уносят человека на резиновой лодке. У мужчины был мобильный телефон, по которому ему удалось связаться со спасателями. Из порта Южный на поиск вышел катер морской охраны, а из порта Одесса отправился катер поисково-спасательной службы. Вскоре пограничникам удалось найти горе рыбака. Вместе с лодкой его доставили в порт Южный. В ходе проверки установили, что лодка не была зарегистрирована. Кроме этого, мужчина вышел в море без соответствующих разрешений. Каждый год в начале осени украинцы с тревогой думают о будущей зиме и о том, как пережить холодное время года. Особенно это касается жителей сел, которые проживают в частных домах, где, как правило, печное отопление. Если молодежь еще как-то рассчитывает на свою зарплату, то пенсионеры иногда просто впадают в отчаяние. Какой выход из сложившейся ситуации предлагает людям государство, смотрите в сюжете Ирины Паил. Согласно последнему постановлению Кабинета министров Украины, жители сельской местности имеют право получить субсидию на уголь и жиженый газ. Что касается угля, здесь есть норма. На одно домохозяйство положено 2 тонны угля. Что касается жиженого газа, то здесь нормы такие. На семью до двух человек положено 2 газовых баллона. На семью до четырех человек положено 3 газовых баллона. На семью 5 человек положено 4 газовых баллона и по нарастающей. Скраблений газ и твердопаливо – это окремая субсидия. У нас идет в розрахунку 1366 гривен 10 копеек. Это у нас твердопаливо 1366 гривен 10 копеек. Это на демогосподарство 2 тонны. Это тонна угля, ну один раз на рік выплачивается. Это 1300 раз. Это твердопаливо, то есть норма 2 тонны вугилля на демогосподарство 1 тонна 1366 гривен 10 копеек. Скраблений газ, это баллон у нас в районе, скраблений газ на 175 гривен 26 копеек. Селяне могут получить два вида субсидий. Первая субсидия – это на жиженый газ и уголь. Но есть еще одна – на оплату жилищно-коммунальных услуг. Здесь все просто. Если вам не хватает денег на оплату за электроэнергию, то вам может помочь государство. Для этого нужно подать в органы соцзащиты всего лишь два документа. Это заявление и декларацию. Субсидия особо может безусловно вернуться до управления социального населения, как заповнить имя на доме, так и в управлении социального населения, может отправить поштою або передать через уповноваженную особу сельской ради. В сельской местности прием и передача документов на призначение всех видов социального допомога, не только субсидий, дійснюют уповноваженную особу сельской ради, которые четко визначены в распоряжении сельских голев, и в которых предупреждены задачи и обязательства. Первое – это информирование населения о изменения тех или других видов социального допомога. Мы проводим неодноразово с ними семинары, с объяснением работы как с людьми безусловно, так и с уповноваженными. Также они помогают в оформлении пакета документов и обеспечивают доставку. По словам Галины Браткевич, по состоянию на 20 октября в Управлении соцзащиты по Белгороднестровскому району за государственной помощью обратились более 3000 семей, и 90% из них уже получили положительное решение. Но есть, конечно, и отказы. Есть более 30 отвернений, где отмова, но отмова в связи с тем, что доход превышает обысковый высоток платежа. То есть более 30 отмова. Первое – если субсидия у нас предназначается, я уже сказала, особа, которая зарестрована и фактически проживает, а особа, которая просто проживает, но не зарестрована, на основе договора оренди. Есть случаи, когда нет договора оренди или договора найму. То есть невозможно назначить субсидию, призначити. И также, если одна особа проживает, и доход больше 50 тысяч за предыдущие 12 месяцев. Существенным изменением в новом порядке положения о назначении субсидий является то, что раньше безработный не имел права получить субсидию. Сейчас помощь на жилищно-коммунальные услуги может оформить даже человек, который в течение последнего года не работал. Субсидия призначается индивидуально для каждого. То есть там зависит от площадей, как загальной, так и опалювальной, вартість плати за документальные услуги, сколько зарестрованы, фактически проживаетесь, размер дохода. Ну так, в среднем, где-то 1500-1600 не должен перевищать доход среднемесячный на одну особу. У нас в районе, так скажем, можно сказать, декілька осіб, которых перевищают. Так, у нас в основном пенсионеры, у которых, если два пенсионера, пенсия там почти 1100, и субсидия выходит больше 2000 гривен. Во многих семьях сейчас есть студенты, которые учатся, например, в Одессе. И этот вопрос будет очень интересен для вас. Итак, если вы прописаны в общежитии, то вы имеете право получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, в данном случае электроэнергии. Если студент не прописан в общежитии, а прописан дома, но учится в каком-то учебном заведении, то при назначении субсидии для семьи учитывается в доход размер его стипендии. Самое, что вносится в доход? Потому что очень много запитывают. Первое, если есть в складе семьи особа, которая проходит службу, вельско-службовец в зоне проведения АТО, то не вносится доход, который он отримает, то есть в заработную плату или в материальную допомогу после освободения, то не вносится в доход. Вельско-службовцы также не вносятся доход. И приемные семьи и домики семейного типа, у которых не меньше трех детей, не меньше года проживают в этих семьях, не вносятся доходы, которые они отримают. То есть, социальные выплаты на эту дитину, допомогу по опеке и опеку, допомогу по втрате годового человека также не вносятся в доход. Многих сельских жителей сегодня волнует, учитывается ли наличие у заявителя земельного пая при назначении субсидий. По словам Галины Браткевич, сейчас нужно лишь указать в заявлении номер земельного участка и фамилию его арендателя. А вот получал ли заявитель с него доход, Собес узнает через налоговую инспекцию. Просто само наличие земельного пая в доход не учитывается. Ирина Паил, Андрей Романовский, Бессарабетовы. В Бессарабии поймали золотую рыбку. Работникам измаильского рыбодобывающего предприятия достался чудо-трофей, сообщают корреспонденты информагентства трассы Е-95. Пойманная ими рыба оказалась самкой карася. Ее вес составил почти килограмм. Но удивление вызвало ее цвет. Она отличалась оранжево-золотым окрасом чешуи и хвоста. Опытные рыбаки рассказали, что крайне редко такую окраску им доводилось встречать у толстолобика. А вот у карася еще ни разу. Необычная рыбка вызвала у людей ассоциации со знаменитой сказкой Александра Пушкина. Поэтому все, кто видел ее, считали необходимы потереть яркую спинку и загадать желание. Карася держали на причале два дня, после чего руководитель предприятия отпустила рыбу на волю в родное озеро Ялпук. В последнее время людям сложно найти занятие, чтобы оно было и по душе, да и кошелек пополняло. Для нетрудоустроенного населения открыты двери центров занятости, где часто проводят ярмарки и вакансии. Сюда могут прийти все желающие и попытаться найти себе подходящую работу. Елена Малаеван расскажет больше. Наталія – мати-одиначка, сама виховує двоих детей. Зараз дівчина займається пошуком роботи. Вона звільнилась із попереднього місця через те, що там була невеличка заробітна плата і їй не вистачало коштів, аби утримувати свою родину. Та й графіки її не особливо влаштовував. Наталія прийшла до Білгород-Дністровського міськрайонного центру занятості, аби знайти своє підходящее місце роботи. Одна з чисельних пропозицій її дуже зацікавила. А саме – виробництво у місті Іллічівськ. Пошуком роботи зараз займається і Людмила Леонтьєвна. Жінці – 57 років. 20 з них вона присвятила прибиранню вулиць, працювала двірником. За свій труд отримала квартиру та через хворобу вимушена була звільнитися. Зараз вона перебуває на обліку у центрі зайнятості. На ярмарок вакансій Людмила прийшла, аби знайти роботу і собі, та ще й своєму чоловіку. Я, звісно, подумаю, якщо в медкомісії пройду по болезні, але я одразу не знала, не встигла. Ось без професії можна, можна було. І візьму з собою мужа ще. Люди з обмеженими можливостями теж намагаються знайти тут роботу. Попри свою інвалідність, Сергій Володимирович з усіх сил намагається знайти своє будь-яке заняття, аби самостійно заробляти на життя. Чоловік вже давно перебуває на обліку в центрі зайнятості, та роботи для нього поки немає. Не втрачаючи надії, пересуваючись на милицях, він зібрався та приїхав у Білогородністровський аж з Олексіївки. З надією, що цього разу, можливо, вакансія і для нього знайдеться. Він маленький, але роботи немає. Може, там десь, я не знаю, є робота, може, хтось знаходить. А кому я потрібен без знайома? Світлана Масло розказує, що попри всі старання її підлеглих, не всі люди, котрі перебувають на обліку по безробіттю, погоджуються на пропозиції. Багато хто відмовляється від запропонованої роботи. При цьому не можуть навіть чітко обґрунтувати своє рішення. Видаємо інше, друге направлення. Направлення куди? В Сергіївку. Вони ж кажуть, в місті, ні, це далеко їхати до Білгорода добиратися, ми хочемо безпосередньо в Сергіївки. Добре, видаємо на посаду у Зеленювач в Сергіївки на санаторій «Сонячний берег». Безпосередньо вже. Де живеш, там і працюєш. Людина відмовляється від роботи. Чому? Вакансії не відповіють спеціальності. Давайте подивимось, яка ж у людина спеціальність. Фахівець з ландшафтного дизайну. Ну, хіба Озеленович, маючи таку освіту, фахівець з ландшафтного дизайну, хіба це не відповідає посаді? Як то кажуть, коментарі зайві. Ось так і виходить. У той час, як більшість людей згодні на будь-яке заняття, аби лише не бідувати, декотрих влаштовує їх становище. Однак кожен обирає свій шлях та спосіб життя. Олена Малийван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ На сьогодні це були всі новості. Увидимся з вами завтра, як звичайно, в 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Всі вам доброго і хороших новостей. Дякую за перегляд!